Приветствую вас. Я думаю, что вообще страх конкуренции, да, связан с представлением о том, что я должна быть самой лучшей или представлением о том, что если я буду самой лучшей, например, то меня обязательно накажут. Идея здесь в том, что не просто, что меня накажут, а идея в том, что я достойный наказания. И вот именно то, что вы с одной стороны хотите, на мой взгляд, быть лучшей, вот, хотите, на мой взгляд, ну, стараетесь, на мой взгляд, стремитесь к тому, чтобы быть лучшей и самой лучшей. Причём, это тоже такой, достаточно важный, как мне кажется, момент, вот, то, что вы, ну, позиционируете себя, как, как вот, самое лучшее. Считается, что если вы будете самой лучшей, то вам будет плохо. И, соответственно, если вы будете самой лучшей, то вы достойный наказание. И, соответственно, данное противоречие не позволяет вам двигаться вперёд, не позволяет вам действовать так, как хочется, не позволяет действовать так, как, например, вы того достойны, как вы, например, того заслуживаете, и так далее, и так далее. То есть, самое противоречие действует. В идее, что есть самые лучшие, есть самые, ну, есть самые лучшие, есть самые худшие, наверное, так это будет правильно сказать. Вот. Другой вопрос, другой вопрос, который нужно себе задать, а насколько это реалистичные вообще представления? А то есть, вы им следуете, этим самым представлениям. Вы считаете, что можно быть самой лучшей. Но можно ли на самом деле быть самой лучшей? Если вы об этом подумаете, то вы увидите, что нельзя. И идея здесь заключается, ну, основная идея здесь заключается именно в том, что вы слишком много от себя требуете. Слишком много. Слишком много. Ваши требования к себе, они нереалистичны, от слова, совсем. И эти нереалистичные требования, которые, которые невозможно реализовать, вот, вы их, ну, как бы, пытаетесь продвигать. Хотя, по факту, это абсолютно недостижимо. Вот. Просто, это очень просто. Очень просто. Достаточно обратить внимание на то, какие цели вы преследуете в конкуренциях, конкуренциях. Вот. Вы увидите, в принципе, как обстоят дела. Вы увидите, например, что вам не особо-то важно то, что вы делаете. Или это важно, но не на первом месте, а важнее. Важнее то, что, образно говоря, подумают другие люди. Вот. Важнее то, что, ну, как бы, как, как воспримут другие люди, например. То, что вы, там, делаете, чем вы занимаетесь и прочее, 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 прочее. То есть, это все в такой вот единый снежный ком, эм, перерастает, это все, перерастает в единую такую вот массу, которая, ну, на мой взгляд, эта масса становится критической в определенный момент. Вот. На мой взгляд, эта масса становится абсолютно неподъемной в определенный момент времени. Вот. И сделать с ней вы уже ничего не можете, кроме как, эээ, ну, 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 кроме как поддаться этому, кроме как, ээээ, по-погрести сюда, под этим. Вот. Ну, я бы сказал, что, эээ, чем более нереалистичное, ээээ, требование вы к себе представляете, тем, больше, эээ, чем больше вероятность того, что, эээ, вам будет, эээ, ну, плохо, ээээ, в такой вот, эээээ, ну, ре, реальной жизни, скажем так. Вот. И здесь, как бы, ничего удивительно. Вот. Потому что, ээээ, всегда есть кто-то лучше, когда есть кто-то хуже, но вы сам, вы сам. В глубине души, несмотря на то, что, ээээ, ну, может быть, вы считаете, ээээ, что это правдиво, оно правдиво, может быть, если вы так считаете, но, ээээ, мне кажется, что где-то в глубине души вы думаете, ээээ, что это не так. Где-то в глубине души вы считаете по-другому. Вот. А требование, значит, к сожалению, это совершенно нереалистично. Вот. Ну, как бы, ээээ, здесь, конечно, есть проблемы с самооценкой. Вот. Здесь есть, ну, собственно, такие вот трудности. Здесь есть, ээээ, проблематика, ээээ, возможно, ээээ, сравнивание, сравнивание себя с другими людьми. Вот. Здесь есть, ээээ, проблематика, вероятно, ээээ, оценки. То есть, ээээ, ну, меня беспокоит то, как меня оценят другие. Вот. Меня это, ээээ, парит, меня это привозит, да. Вот. Ээээ, ну, возможно, есть что-то, и что-то десёло. Вот. То есть, сейчас, сейчас, ээээ, вот, дабы не уходить уж совсем в, ээээ, какие-то такие вот, ээээ, гадания, да. Мне кажется, что все-таки, ну, имеет, ээээ, смысл немножко приостановиться, как бы. А вот, приостановиться и, ээээ, скажем так, и, ну, ээээ, остановиться именно на том, ээээ, что, ээээ, ну, что вам важно, да. Как бы, ээээ, вот, вместо, там, допустим, того, чтобы, ээээ, пытаться догадаться, догадаться, ээээ, вот. Я могу ещё сказать, эээээ, что, эээээ, конкуренция, ээээ, может быть, ээээ, здоровой, когда люди, ну, все люди, эээээ, стремятся, ээээ, к реализации своей, собственной, своей собственной реализации, ээээ, вот. Когда люди этого не делают, то есть, когда люди не стремятся к реализации, а когда люди просто, вот, обратно говоря, пытаются просто достичь высотки, просто, пытаются, ээээ, достичь, ээээ, вот, какой-то такой, ээээээ, позиции, что я лучший эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Объективно, это очень-очень-очень тяжело в постоянной борьбе находиться. А постоянная борьба, она возникает, опять же, не на пустом месте, а постоянная борьба возникает, как правило, когда люди ставят условно во главу угла что-то другое, кроме объекта своей деятельности, кроме объекта своих усилий, вот. И как бы это ни было печально, но вот если это так, то вам важно не быть, допустим, с собой, а вам важно, там, к примеру, быть сам, сам, самый-сам, лучше, например, быть. Ну это, мягко говоря, от реальных позиций далеко. Здесь происходит, по сути, подмена понятий, если вот говорить таким-таким, вот. Ну, я надеюсь, понятным веком, да? Вот, происходит подмена понятий. И это, подмена понятий, она очень сильно усложняет жизнь, она усложняет жизнь. В первую очередь, вам, вам, она усложняет жизнь с другим, потому что это чувствуется борьба. Вот, давайте мы сейчас с вами посмотрим. Приходу в коллектив, оцениваю атмосферу и существует самая женская интеллектность, но отличная тех девушек коллектива. Смотрите, что здесь происходит. Здесь происходит то, что вы себя оцениваете, сравниваете с другими, вот. Возникает вопрос, возникает вопрос, для чего вы это делаете? То есть, это же нужно ещё, как бы, к этому прийти? Самая женская. К каждому сосредицу воспринимаем с соперничной конкуренцией жидким страхом. Но, опять же, да, вы, вот, хотите быть самым лучшим. Я говорю, то есть, человеку недостаточно, человеку недостаточно. Образно говоря, быть просто самим собой. Вот, человеку нужно быть именно самым лучшим. Впрочем, понимаешь, чувствуешь во мне нездоровое. А это вот уже обесценивание идёт чего-то другого. Вследствие чего и появилась вот эта вот конкуренция. Когда понимаешь, что новое сотрудничество будет симпатичное, моего возраста, я умный. Тут у меня начинает партное настроение. Это вот постоянная борьба и сравнивание. Так, дальше. Я знаю, что проблемы с детства, над этим можно работать. Но не знаю, как именно становиться к себе. Представляете, как относиться? Работать с психологом нужно, Анастасия. Я тоже мечтал жить, понимал. Знаете, что это зависть? Ну, не совсем. Знаете, что это неверное к себе. Отпаривание? Это, как бы, нереалистичные требования к себе. Знаете, что люди разные, но всё же. Что всё же? Что всё же? Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.